Передвоенный Менск без Вайнберга был бы с усим иншим городом. Юлия Андреева Кракатук Белорусская музыка у сих часов истылял у авторской программе Виктора Сямашки Кракатук В осень 39-го Белорусская консерватория «Компазыторская клясса» У знакомствия с звучнями профессора Золотарова мы спынилися на мячыславе Вайнбергу, який провел первый 20 год життя у Варшаве, помеж кабрытовой и модерновой музыкой. Натурально, что гэта плыня у Ягонам выпадку отбивалися одна от одной, тому пошукаем далей нотки джазу в ранних творах наших героя, где дознаемся, чего ему каштавал пероход празмяжу, где, как склаусе лез батьки Вайнберга старейшого, джаз БССР, перегистория над ворот, частка 30-я. КОНЕЦ 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 Вашувазия скампеляваны «Успамин» Мячеслава Вайнберга про первые дни и другое сусветное повод для записов, сделанных российскими музыкознаутцами Манаширом Якубовым и Людмилой Никитиной. У ночи с 6 на 7 вересня 1939 года я пришел с працы, аграл у фэшенэбельной кавярни «Адрыя» у аристократичным районе Варшавы. Помню, мать мне дала компот с яблоков и бутерброды с вяндлиной. Усе дни польская пропаганда стверджала, что наше войско поспехово змагается, и раптом парадою выступил полковник у Мястовске, який сказал, что на войне, як на войне, немцы прарвали нашую оборону, зранку будуть у Варшаве, и хто мая махчымасть сбегче на усход, нехай бяжыть. Мы с мать, конечно, устрашенные паницы, зранку я разом с сестрой пайшоу на усход. У сестрышки празд некольких годинов ходьбы пачали натирать ноги, и она вернулася. Гэта я езгубила. Сямнадцать дзен я ходил под кулями, под бамбежкой, без ежи, без петва. Кракатук. По словах Вайнберга, варта было ротоваться и от немецких, и от польских кулял. А коли 17 вересня на территорию Польши уступила червоная армия, то утекачи зразумели, што трэба рушить у Советский Союз. Маюцца свечени, што группа утекачоу, до якой да учился меток, перасовывалася переважна пешкам, а коли домовилися, што доберутся до паунага пункту на колесах, то транспорт перекупили болей заможные утекачи. Прас келя метр, их расстралял немецкий самолет. У иншам выпадку группы Габреев, якая шла побыч, загинула от гранаты, кинутой гитлеровским мотоциклистам, перед тем он спыта у пешахода у дорогу. Утекачы голодавали, пели в аду з Лужинал. Музыка 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 голодавали, пели в аду з Лужинал. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Одинным выстям заставался Великий Хабар Многие люди заплатили за переход мяжи Житем Помирали найстарайшие, дети и самые слабые Десятки тысяч человек, неупущенных о СССР После тыдня у попыту в этом пекле Были вымушены вернуться до месяца проживания Як мы ведаем, джаз протягивал учетю варшавским ета Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С одного боку стояли гидлерусские отрады С другого – советские пограничники Мы тады были прасякнуты и вдячнастю Дочка Вайнберга Виктория Поведомила белорусской доследчице Инесси Двужильной Что пираты мне копнутся на советском Баку Тата тыдень провел на оккупованной немцами территории Перед самой смертью он разговаривал со своей дочерью из Канады Викторией, которая приехала в Москву Наверное, понимая, что он уже лежащий, был больной Он мне рассказывал о том, что оказался в лагере для беженцев Скорее всего, что этот лагерь охранили нацисты И, возможно, вот только здесь речь идет о территории пограничной И вот, возможно, что по поводу Белостока В каком месте располагался этот лагерь, нам неизвестно Когда мы стали с брестскими историками-друзьями Искать эти места пересечения ими границы Скорее всего, что они где-то пересекали с брестской области Кроникерка Вайнбергау Аделя Гарфинкель Стверждает, что у лагеры опынулася уся семья Метека А летрапить утягнику белорусским на керунку С долю только ее на один Папросту в советской прессе было невыгодно признавать описанную драму на нейтральной территории У свою очередь, Несса Двужильная меркает, что 19-годовый мячеслав Вайнберг Усяка из Варшавы разом с батьком Шмуэлем На это, пранамсю, указывает лист профессора Залитарова Датаванный шостым студене 1940 года Днями будет в Москве мой студент Утягач из Варшавы Вельми милый и симпатичный юнак Надзвычай талиновиты И он едет в Москву, как взвернуться в комитет мастерства по допомогу У его мати и сестра застались в Варшаве Голодают и горуют И мой батька удалось из Варшавы сбегче 500 километров пешком А мати, конечно, не смогла такое подороже осилить В выпадку семьей Бальзацких Коли, помятаете, мяжу с подшатку перешли Так само выключено мужчины Крогатук Поводля доследования с подарни Нессы Для героя для утекачоу Майсей Вайнберг был накированный на учебу в Менск А Шмуэль Вайнберг Дырыговать кинематографичной оркестрой у Лунинцы Есть так само известки про его кирование Габрейской театральной труппой там же Почему для нас возник Лунинец Потому что на одном из сочинений Вайнбергена Его первой футепианной санатя Он очень четко фиксировал Где, в какое время он писал свою музыку Значится на именовании места Лунинец 1940 год Потому что туда ездил Гэтыш факт подтверждает публикация часов войны У Габрейским часописи Эйни Кайт 11 Загинуть Вайнберг старейшим мог у 1942 годя Пад час ліквідации Лунинецкого гета Ахфяров закапали в урочище Бароушчина Мать и сестра Мятыка Хучей за все были забиты У в учебном лягеры СС Страунники Про лес родных наш герой дознался Только в 1966 годе В памяти их композитор присвятил Целый широк своих творов Ды вогулі отриманная психлягічная травма Прадыктовала настрой и тематику Усёй наступной творчасті Антитаталитарный мотив Стався скрозной темой А прозвища однакарэнным С беларускім словом «Вайна» Хаця у перакладзі з немецкая Значая «Винаграднік» Фрагмент сазгаданная Пятнадцятихвілінная І полная паузаў Санаты для фортепіяна Грае Мюрри Маклахлян Швеція Грае Мюрри Маклахлян Грае Мюрри Маклахлян Грае Мюрри Маклахлян Грае Мюрри Маклахлян Грае Маклахлян Это значит, что виноградное прозвище «Вайнберг» было достаточно распространенным в международной Польши и Беларуси. Например, в польском складе джаз-оркестры Эдди Рознера, узору 1937 года, мялся саксофониста «Вайнберг». Гэтак же звали «чиновника от мастацтва», який узначалю Белостоцкую филармонию при Первых Советах. На проконце кастрышника 1940 года директор скардиулся, что нормальные работы филармонии значна перешкоджая отсутность уластная концертовая зали. Нейке «Вайнберг» перелечается сирот артыста у Белдяш-эстрады в анонсе великого концерта у Белостока 14 лютого 40-го с Майсеем Кусавицким на шале. Комментуя музыкознавца Инесса Двужильная. Когда мы стали выяснять по фамилии, место пьес еще не Брест, то историки нашли в Бресте немало «Вайнбергов». Но не тех, которых мы хотели, мы уже там сопрягали имена. Поэтому на все, что в Белостоке все может быть. Белостоке Повод для новых документов Мячеслав Вайнберг официально звался Майсеем. И певная першая згадка, минавита про нашага героя в беларускай прессе, з'явилася третьяга снежня 1939 году. Газета «Литература и Мастанства» поведамляла тады про концерты артыста у заходних областей БССР у Менску и давала наступную характерыстыку гостям. У большинства своей безумовно даровитые люди, але у сих их ядная некая выканауча творчая безыдейность, отсутность валявога импульса, что з'является выникам их былога громадского и социального становища у банской Польши. Кракатук Далей пералечаются скрыпачы Райхель и Палески, спевачки Кац и Кульчицкая, композитор Столау, пианисты Хонас и Вайнберг. Цитую с захаванням оригинальная артография. 18-годовый Вайнберг безпрэч надоранный пианист с блескучыми данными музыкальны, але ясче не аформившися. Цепер у советской краине гэты люди пасапрауднаму творча расквятнеют. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С некая продовольственная карточка И не получали никакие стипендии И деньги не получали Поэтому их поддерживали ребята, которые с ними жили Их преподаватели Клума унагадаю выкладау фортепиано Эдди Тырмант Именно Вито Яму Метэк адрасавау Складеную у Лунинцы Свою першую с шасти фортепианных санатов Мают засвечения, что пианиста Святослав Рыхтер сыграу гэтую санату По рукописи, про свечках Як только побачил То и отбулось у зимку 42-43 годов Майсей Вайнберг Прызнавауся, что у Сурьоз Пачау займаться композиціей Только у белорусской консерваторы Там я пройшоу полный курс Контрапункту до истории музыки Яго першые вопусы у симфоничным жанры Саправды зявились у Менску А кром таго метэку давялось Аучить российскую мову як замежную Хаця батькі, народжаные у Кишинёве Небытая я ведаля Натуральна, что з асобными консерваторцами Абельёвичам, Барлинсонам, Тырмант, Вагнерам Ян мог камуніковаць і по польску Дынаидыш Махчыма, идыш, ведала і аднакурсніца Сима Несневич зігуміна Цяпер Червінь, што падменском Яна ж стала першым рецензентам Вайнберга тягам ягонага Менскага этапу Кракатук У червяні саракавога году У Лімя, спадарання Сима Распавіла пра адкрытая концерты Беларускай консерваторы І першым сирот піаніста Вадзначала Вайнберга Які выканаў Чакону, Баха Ды варыяцыі Клумава Бліскучая віртуознасць Зусім не з'являецца самамэтай У ігры Вайнберга Бо яго выкананні глыбокась мястовна Пранікнёна і пайтычна Піаніста пачаў супрацовнічаць Сымфанічны оркестры Белдзяж Філярмонії У Пятай Сымфонії Шастаковича студенту Даручылі выконуваць парты арфы Ды чалісты Якіх па просту не мялась ў арсаналя Быцам нарадзіўся на ноу Такі емоцыі выклікаў Вайнберга Гэты вопус Адшуты знутры Нагадаю, што разам зайдзі Тырмант Ён таксама регулярна ладзіў джазове сэсіў У Прамыма Тэра Белрадою Як тое магло отбывацца Режисыру Владіміру Орлову Колюсь прадемонстраваў Генрих Вагнер Імпровізіравач тож я магу Вялікі артыкул Сімы Нісневіч Малады кампазытор З'явіўся на перадавіцы Ліму У Кастрышніку Саракавога Крытыкеса Межыншым Называе свайго аднакурсніка Не Майсеем А ўсё ж Мечыславам І падзяляе ягоную творчыць на Учора і Сёння Асабліва нагадывна Выказываючыся пра Варшавскі праэт Учора Гэта творчыць Вайнберга Да прыходу у Дзержавную консерваторую БССР Яго Мазуркі, Калыханка, Першыструнны Квартэт Някалькі частык Наскончанай балетный сюиты Сёння Гэта творчыць Апошняга Года Гэта Другі струнны Квартэт Іскізы першыя часткі симфоніі Рамансы Крагатук У Варшавіш, як лічыць Рацунзэнтка Музыкальна атмосфера была насычыная реакційными тендэнцэмі Сучасной заходній европейской музычной культуры Якая характерызуюцца згубай Духовнага чалавеччага пачатку Абстрактнастю музыкальный мовы Конструктавізмам і фармалістычными трукацтвамі Наумысны гарманичный утончанастю Якая приводзіць да ладавай неакрэслянасті Атаналізма І ўсёх это, па словах Сімы Уменску Злятела з Міцшыслава як лузка Акурат урывак твору з вайнбергавскага учора Траум фон айне пуппе Мара праляльку Грая дуэт Грэмер Аудзеева Грая дуэт Грэмер Аудзеева Грая дуэт Грэмер Аудзеева Спасылаючайся на самого аутара Кратыкеса Сима Нісневич каже про уплыву Шымановскага Наранне творы вайнберга Яна раяць маладому кампазытору Звернуць належную увагу на народную музыку У Менскіх, ды ў вогулі Савецких трэндах, тады была працца С фольклёрам У праватнасті паводлі традиціяў Манюшкі, чыя опары дарэчы Наш герой слухаў в опошні дні жыцця Тут варта прэвісті забаўны лэнцужок Роднасна культурніцкіх сувязёў Суседам Мечыслава па пакою Менску Стаў Алексей Клумаў, як мы ведаем Клумаў был вучням Гендрэха Нэйгауза А той прэходзіўся каралю Шымановскаму Стрээчным братам Кракатук Першай працы Мечыслава Вайнберга У клясі профэсара Залатарова Стаў другі струнны квартэт Соль-мажор Дарэчы, Сімэй Нісневіч пачулаў гэтым бопусі Даволі клясычным па форме Баха, Пракоф'ява, Дышастаковіча А ў трэцій часцы Ізноў зауважала ранейшая Заходнія европейскія тэндэнцы Прыкладна за той, шта гачасная Беларускай прэсэ кратыкавала Названых раней Столава Другі струнны квартэт Вайнберга Довжыцца маль 27 хвілінаў І пачынаецца саправды надзіва клясычна Грая Уатёр Данель Франція Новыя пастаніна кастрычнік Саракавога году творыя Мечаслава Вайнберга Рамансы на тэксты польскіх паэтов Гэтак сама прамусілі арцэнзэнтку Симу Нісневич Баяцца, ці не падпаў аутар падуплывы формалізма Бо ў гэтых рамансах перш за ўсё Ацутнічая пісіннаць Гаворка пра першы лакальны цыкаль Рамансы на словы Юлья Натувіма Чаю паэзію Вайнберг На паўніцу адкрыл для сябе мінавітаў Менску І затым шматкроць да яе звертаўся Цыкаль Акацая меў па знаку Посьвенцонэ ей Невядомай дзяўчыня Захапляўся кампазыторы нашам агульным клясакам Адамам Мицкевичам Цягам знаходжыня ў Беларусі Вайнберг, акром ўжо пачуты ганамі Склаў ў сумме 21 п'есу Для рады ё пастановык Яны зваліся Ёлка І Тимур и Агоная Каманда І ў абодвых бадках партытуры Прадугледжывалі салістаў, хор і аркестру Свою першыю сымфонію Мячеслав Таксама пачаў складаць ў Менску ў 40-ым годзе Уступную частку па словах сіма называў Рамантычной Аднакурсніца ж абазначыла гэты іскізы Будучыя 40-хвілінная сымфоні Выдатным узорам паказу перабудовы У творчысті Вайнберга Паслухаем частку з завершынага варіанту Аллегро Модерату Дырыгент Александр Цітоў, Расія Субтитрусі М sessions shortcut ў 40-ым годзе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Причем он убегал от Холокоста дважды Минск для него стал площадкой для жизни Где его согрели, где его лечили Он заболевание перенес очень серьезное Связанное с позвоночником И где сформировался круг его очень, ну я думаю, что близких людей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА